Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я начинаю рассказ о первом дне четвертьфинальных сражений на Ayrsing Masters. Ayrsing Masters это очередной этап супергроссмейстерского многоборья, который проходит в сети интернет. Это уже не первое такое многоборье, поскольку как только начался ковидный кризис, а случилось это в марте этого года, уходящего года, Магмус Карсон пригласил своих друзей, а именно ведущих гроссмейстеров мира, для того чтобы начать сражаться с ними вот по этой сетевой очень любопытной формуле. Однако перед тем как приступить к рассказу о сегодняшних событиях, то есть о том, что произошло во вторник, я хочу вернуться к заключительным сражениям на отборочном турнире, а именно на соревновании, в котором принимало участие 12 гроссмейстеров, 8 из которых должны были выйти в одну четвертую финала. Иными словами, отсев был весьма невелик, то есть не попадало, не проходило дальше, всего лишь четверть участников, то есть 4 из 12. Напомню, что перед последним туром ситуация в турнирной таблице была вот такой. Было понятно, что Магмус Карсон гарантировал себе выход в любом случае, Давид Антон из Испании ни в каком случае не мог претендовать на попадание в восьмерку, а вот все остальные, включая Максима Вашьерограва, который шел на чистом предпоследнем месте, сохраняли хотя бы теоретические шансы. Более того, например, Хикаро Накамура, ну, за тур до этого лидировавший на турнире, при определенном течении обстоятельств, если бы он проиграл в заключительном туре, а Хикаро Накамура играл в этом туре с Анишем Гири, он мог вполне не попасть. То есть как вполне? Были расклады такие, что Аниш Гири, выигрывая, попадал, даже в случае ничьей, при определенных раскладах Аниш Гири попадал в 1-4 финала, но Хикаро Накамура нет. Однако так случилось, что и Хикаро Накамура выиграл Аниш Гири, и Уэсли Соу обыграл нашего Даниила Добова, и Александр Грещук проиграл Максиму Вашьерограву. В результате произошли совершенно невероятные изменения ситуации. То есть сразу несколько шахматистов поделили места с 7-го по 10-е, а места с 1-го по 3-е поделили Хикаро Накамура, Магнус Карсен, Уэсли Соу. И вот, когда уже все закончилось, у меня была какая-то, ну, в моих представлениях, и не только в моих, но и в представлениях целого ряда сайтов и ряда комментаторов, сохранялась неопределенность по поводу того, какова последовательность критериев дополнительных, по которым будут определяться лучшие в дележах. Так вот, оказалось, что все-таки первым критерием это партии, которые сыграли разделившие участники между собой. Если говорить о первом-третьем местах, то лучшие показатели были у Магнуса Карсена, поскольку он выиграл Хикаро Накамура, ну, а остальные партии две между тремя победителями закончились ничью, поэтому Магнус Карсен оказался первым, Уэсли Соу вторым и Хикаро Накамура третьим. Однако главный вопрос, который, я думаю, волновал очень-очень многих, состоял в том, кто же окажутся теми счастливчиками, которые займут 7-е и 8-е места в дележе между Александром Лещуком, Даниилом Дубовым, Максимом Вашьялогравом и Пенталой Харекришной. Оказалось, что в этом мини-турнире, внутреннем турнире четырех, лучшие показатели, у Максима Вашьялограва он набрал 2,5 очка. По одному очку набрали Даниил Дубов и Пенталой Харекришна, и всего лишь одно очко Александр Лещук, который на свою беду проиграл в последнем туре Максиму Вашьялограву не только не вышел в чистую по очкам, но еще и резко укушал свои дополнительные показатели, если сказать, первые дополнительные показатели в этом самом дележе. А вот, кстати, если бы Аниш Гири не проиграл бы, то он, безусловно, выходил из этого дележа, я уж не знаю, там, 7-го, 11-го мест, или, может быть, каких-то других мест. Ну, вот одно место наверняка оставалось бы за ним, даже если бы Аниш Гири просто сыграл бы в ничью эту самую последнюю партию, в которой он уступил Хикару Накамури. Итак, двое участников, ну, первые показатели были у Максима Вашьялограва, а двое участников, Даниил Дубов и Пенталаха Харекришна, поделили места, ну, условно говоря, 9-е, то есть нет, 8-е и 9-е. И поскольку Даниил Дубов две партии выиграл, он даже одно время лидировал, наряду с другими участниками, так вот, Даниил Дубов две партии выиграл и три проиграл, а Пенталаха Харекришна одну проиграл и ничего не выиграл, то, следовательно, Даниил Дубов оказался вторым и восьмым по общему счету. В результате определились участники 1-4 финала, то есть первый, согласно вот этому отбору, этим критерием, был чемпион мира Магнус Карсон, он играл с последним, то есть с восьмым, с Даниилом Дубовым, второй номер Весли Соу играл с Максимом Вашьялогравом, Хикаро Нагамура играл с Ливоном Ароняном и Теймур Раджабов с Яном Непомнящим, то есть это были шахматисты, оставшиеся, скажем так, в серединке. Ну, безусловно, всеобщее внимание в первую очередь было приковано к поединку между чемпионом Магнусом Карсоном и Даниилом Дубовым. Причин две. Во-первых, Магнус это Магнус, это сильнейший гроссмейстер мира, и вот его даже индивидуальный коэффициент, рейтинг при игре не в Бритц, там лучшие Нагамуры показатели, а при игре в быстрые шахматы тоже рейтинг номер один, а Даниил Дубов это признанный забиянка, который что-то такое изобретает, импровизирует и, в общем, дает бой любому, в том числе, в общем, он не очень боялся, я думаю, и самого чемпиона мира. Давайте начнем как раз с этого матча, а более конкретно с первой партии. Кстати, я вот не сказал, пожалуй, все-таки скажу пару слов еще, что формула четвертьфиналов не то, чтобы не совсем традиционная, уже один турнир по такой схеме проходил, то есть участники, соперники играют по два матча, в каждом из которых играется по четыре партии. При этом, возможно, матчевые ничьи, то есть 2-2, если счет в первом матче, после четырех партий, значит 2-2. Если во втором матче счет 2-2, тоже 2-2, но тогда будет зафиксировано равенство, равенство по итогам вот этих самых двух матчей и начинается, но это уже не сегодня, а завтра, тайбрейк. Тайбрейк в начале быстрые шахматы, 5 плюс 3, две партии, а если они не выйдут победителя, то Армагеддон, 5 на 4. Ну и кстати, независимо от того, с каким счетом вы выигрываете один матч, если проигрываете второй, все равно пробиваются эти самые послематчевые пенальти, тайбрейк и так далее. Это обеспечивает, гарантирует сохранение интриги при любом раскладе до самых последних, так сказать, минут последней партии. Итак, давайте посмотрим, как начинался матч между Данилом Дубовым и Магнусом Карсеном. В первой партии, ну вот кстати здесь небольшая, у меня получилась не для печаточка, а неправильная, не совсем правильная поставил титр, поменяю его на другой титр, поскольку в первой партии Магнус Карсен имел белые фигуры, и он сделал ход Е4, Е5, КНФ3, КС6, СБ5, А6, отступление, КНФ6, Д3. Ну, Д3 играет Магнус Карсен, это очень модно в последние годы делать такой скромный ход, который, как считалось, на протяжении многих-многих десятилетий, всего 20 века, до конца его практически, ну и даже чуть-чуть, может быть, мы и залезли и в 21 век. Ну вот когда уже наши электронные друзья, компьютеры, активно стали помогать в дебютных анализах многим шахматистам, в первую очередь ведущим, и выяснилось, что, в общем-то, позиции черной держатся и в тех схемах, в тех системах, которые являются ударными, основными для многих гроссмейстеров, они научились эту самую позицию держать, делать ничью, причем поэтому основные варианты испанки как-то отошли на задний план, а в первую очередь начали анализировать более форсированные системы, где можно анализировать, ну не то что до конца, но почти до конца, до определившихся позиций. Так вот, после этого белые стали играть в д3, чтобы сразу придать игре некий иной характер, вот такой вот более маневренный, где расчет и точная подготовка практически невозможно, но вот тем не менее. Вот Даниил Дубов делает ход в д7-д5, хотя большинство гроссмейстеров воздерживается от раннего захвата центра, идет ли речь о итальянской партии с ходом в д3, с аналогичными переводами, или об испанской. Ну вот д5 сыграл, вроде очень так симпатично все выглядит со стороны Даниила Дубова. Когда-то подобный ход, активный удар по центру с захватом центра, или с перехватом центра, скажем так, со стороны черных считался очень хорошим продолжением, но затем стало понятно уже в последние пять же годы, что вот если белые спокойненько так играют, у них все крепенько, а черные сильно подослабились. Вышли вперед, и пешка на b5, и пешка на e5 может явиться объектом атаки со стороны белой фигуры. Конь, стоящий на поле d5, какой-то неустойчивый, нужно его то ли отводить, то ли защищать, и пешка e5 окажется неустойчивой, а белые смогут тогда сыграть d4, если черные еще ослабятся. Короче, все проблемы, таким образом, не решаются, и белым есть, у белых есть возможность претендовать на хотя бы минимальное преимущество. Вот трекировка, ладья е1, пешка атакована, но угроза реальной взять ее нет, и пользуясь этим играет слон e6, вот так вот, хладнокровно Даниил Дубов, поскольку в случае взятия на e5, ну давайте я возьму, сделаю этот не очень хороший ход, можно ударить, и затем, можно и сразу слонов 2, скажем, сыграть. Может быть слонов 2 сразу еще сильнее, чтобы вынудить белого короля забрать в любом случае, потом конь бьет e5, у черных активнейшие позиции фигур в центре, если ладья бьет e5, тогда дается шаг с f6, выигрывается ладья, и черный остается лишним качеством. То есть бить на e5 нельзя, поэтому конь d2 играет Магнус Карсон, не опасается того, что пешка d3 под ударом, потому что атаковать ее эффективно черные не могут, у них у самих много чего висит, и у белых есть целый ряд темпов, типа конь e4, потом конь g5 при отступлении или после отступления слона с c5. Короче, конь f4 играет, все-таки дубов, следует d4. Теперь уже, ну, конь e4, тогда конь бьет d3, это понятно. А здесь d4, взятие, конь e4 промежуток, атакован и слон, стоящий на поле c5. И конь на f4, атакованный белым слоном с c1, слон наступает, взятие на d4, белый не торопится с ударом на d6, он никуда от них не уйдет, и все-таки чуточку лучшего у белых есть. Какое-то преимущество такое, или давленица сохраняется. Фердь бьет b3, ладья e8, слон бьет f4, ну, Магнус просто поставил все фигуры по центру. Позиция черных слегка подосраблена, а кони, как вы знаете, я об этом когда-то неоднократно говорил, но уже давно не повторял. Так вот, кони в дебюте, если у белых изолированная пешка, вот позиция их ферзево-гамбитного типа, бывает часто лучше слонов, так как кони лучше борются за центр, чем слоны. А у слонов, ну, если они не фенкетированные, если, так сказать, диагонали не расчищенные и так далее, а слоны, с точки зрения борьбы за центр, менее эффективны, и вы видите, что никуда не прикнутся слону за f4. Стоит он на f4, ну, и как-то так вот, не зная, что делать дальше. Впрочем, ничего существенного нет у белых, чуточку лучше есть, а больше нет. Ферзь d7, конь c5, захватил Магнус сильную позицию. Теперь, может быть, белым стоило ударить на e8, ударить, ударить и ударить вот в такой редакции. То есть, это выглядит как отдача пешки, на самом деле, не все так просто. Ну, черные играют слон d6, у них своя игра, пешка в опять защищена ферзем, то есть компенсация есть все-таки. Магнус решил по-другому отобрать эту пешку, или претендовать на взятие этой пешки. Он взял сразу на a6, пользуясь тем, что у черных слаб восьмой ряд, и после удара на e1, и взятия на a6, получит черный король мат. Ну, тем не менее, ладья бьет e1, наверное, стоило сыграть, так не поступил Даниил Дубов, и просто делать форточку. Напомню, что брать на a6 нельзя по причине, давайте сделаю этот ход, и покажу, как ставится мат на поле e8. Это очевидно. Ну, а после g6, и конь b4, ну, вот конь бьет b4, ферзь бьет b4, скажем, ферзь d5, опять же, видно, что компенсация у черных есть, и сюда, наверное, стоило им пойти. Так как, ну, слон теперь уже лучше коня, это понятно, он, слон, получил отличную позицию на d6, никто и тому не разменяет. Пешка d4 у белого слегка слабо, давление такое-то есть, но компенсация почти не в то, чтобы полная, но очень существенная. Проиграть черные, по большому счету, не должны. Ну, было сыгран сразу слон d6, так поступил в это положение Даниил Дубов, и вот здесь вот, может быть, белым стоило взять на e8, и свести дело к тому, о чем я говорил, но последовало конь c5, ладья бьет e1, взяти-взяти, конь бьет d4, вот такой удар наносит Даниил Дубов, и кажется, что все в порядке, в полном у него, хотя все-таки пешку b5, белые прихватили, слон e5, здесь черных отличный слон, компенсация существенная, ощущение такое, что проиграно у черных быть не должно, конь c3, может быть, черным стоило сыграть вот, не слон бьет c3, как поступил Даниил Дубов здесь, давайте я отступлю, а сыграть слон d4. И сыграть просто на активность, наверное, это давало черным, ну не то, что лучшие шансы для, не лучшие, чем у белых, а лучшие, чем в другом варианте, который избрал Даниил Дубов, в деле достижения ничьей, хотя, понять вопрос, неоднозначный, если черные считают, что они слабейшая сторона, они слабейшая сторона, если задача у них стоит, сделать четкую ничью, то, может быть, ход слонца 3 правильный, взятие-взятие, g6, но белых слишком слабенькие пешки, и выиграть такую позицию они должны. Давайте посмотрим, что было дальше. Все-таки Магнус есть Магнус, и хотя объективно позиции безусловно держатся, у белых также открыт король, черных устраивает вечный шаг, черных устраивает переход в окончание, он и происходит. Теперь ладья d1 засружила внимание, и затем ладья a1. Не хочется так играть, потому что ведь белые могут поставить ладью на c4, атаковать черную пешку на c7, но ее взятие в любом случае будет связано с отдачей пешки a4. И вот чисто психологически предоставить возможность сопернику, то есть белым, Магнусу Карсону, определить, когда эта пешка будет взята, и как белые могут усилиться, но черным не хочется. Хотя, опять же, может быть, это более четкий путь достижения ничьи, чем ход ладья c6, который как-то не очень смотрится. Ну, а с третьей стороны, ну, а чем черт не шут, почему не ладья c6? Дело в том, что у белых есть ход a5. Собственно, это единственные козыри, единственное обстоятельство, которое, ну, говорит против идеи ладья c6, потому что в результате нельзя атаковать сразу пешку сзади, ладья черных встала на закрытую линию c, a5, следующий ход ладья a4, черный вынужден ударить на c3, ладья a4, теперь ладья b3, ладья встает вот в такую пассивную позицию, белый не торопится с ходом a7, поскольку он никуда от них не уйдет, а пока можно как-то варьировать свои идеи. Ну, по идее, по ощущению, все-таки должна быть ничья. Вот, ну, так ли это? Вот делаются такие ходы, ладья c4, ну, теперь ладья b6 играть нельзя, это вот не было сделано, потому что тогда белые разменяли бы ладьи, и пешки членшпиль оказывается для них легко выигрышный, так как после король c6, зятин c7, их, то есть белый король, на два темпа ближе к королевскому флангу, к пешкам соперника, чем черный король к пешкам белых на королевском фланге, и, иными словами, пешки членшпиль белые выиграют. Ну, а после хода король d6 сделано в дубовом, что дальше? Ладья f4, какая-то такая атака, ладья d4, снова шахует-шахует соперника Магнус Карсон, снова нельзя идти на линию бейса, ладья b4, размен ладей, и король успевает белых на b5, король d4, белые подусилились, ну, наши электронные друзья говорят, что вообще мертвые ничья, ладья a8, ладья a4, король c6, ладья a2, теперь нужно было сыграть король b5. Вот какие-то мелкие нюансы и связанные с ним дальнейшие планы часто оказываются губительными. Если бы сыграл король b5 здесь Даниил Дубов, то все у него было бы хорошо. То есть, в чем смысл этого хода? Белые, черные хотят взять пешку a6, и они успевают защитить пешку c7, как бы белые не играли. Если король d5, можно турнуть этого короля шахом, ну, и потом вернуться к атаке пешки, стоящей на а7. Вот король d5, ладья d8, король d5, вернуться назад. Белые не успевают ничего сделать с проходом своего короля на королевский фланг к пешкам слабым, ну, к пешке h7 в первую очередь. А что делать? Если пешка идет вперед, белых, a6, a7, то король b6, и у черного короля появляется даже дополнительное поле b8, чтобы легче защитить свою пешку. То есть, белые ничего не успевают. Скажем, ладья b2, теперь не король бьет a6, ну, можно и так, кстати, мы нечто похожее увидим, там, ладья f8, король c6, то есть на c6 в этой позиции белые отдали пешку, но вот король c6 не минуем, создаться угроза мата, и, в общем, какие-то шансы у белых сохраняться на победу, скажем, ладья f6, там f4, ну, нечто похожее мы увидим вскоре, и это все-таки ничья, хотя еще побороться, позащищаться точно нужно черным. То есть, той стороне, о которой играл Даниил Дубов. Ну, сыграл король c6, Даниил Дубов, ладья a2, король b5, собственно, ничего по большому счету, нет, так не было, я, поскольку позиция очень похожая, я, так сказать, не обратил внимания на салатовый цвет черных полей, и забежал, так сказать, впереди паровоза. Так вот, ладь король b6 сыграл Дубов, король d5, теперь рубенец бить нельзя, потому что вот этот эншпиль, пешечный, проигран для черных, белые отбирают пешку c7, а затем устремляются на королевский фланг, имея два лишних темпа по сравнению с королем черных, поэтому ладья d8, король отступает, ладья идет на a8, ладья b2, король b6 играет Даниил Дубов, пользуясь тем, что размен ладей для него теперь не страшен, пешку c7 он не теряет, и не только не проигрывает, даже выигрывает пешечное окончание. Ну, король d5, то же самое, что мы видели, магнус Карсон играет без пешки формально, но он устремится поставить своего короля на поле c6, и все будет хорошо, ну, ладья d8, можно по-разному здесь было делать ничью, вот так, как поступил Даниил Дубов, играть f4, теперь ладья e5 делала простую ничью. Можно, конечно, взять пешку, но в чем хитрость? Черная ладья, оперируя по пятому ряду и занимая какую-то устойчивую позицию, если взять ее на f5, то ладья f5, она не пропускает ни белого короля, ни белую ладью к атаке пешек соперника без разменов массовых, без отдачи белых пешек по линии. И вот здесь довольно простая, четкая, безсложная ничья. Но Дубов не сыграл ладья e5, он сыграл ладья e1, это ход, осложняющий задачу черных. g4, очень сильный и неприятный по-игротски для Дубова ход, времени было не так много у Дубова, ориентироваться четко было нелегко, но, видимо, ход g5 делал четкую ничью, тем не менее. Король d6, скажем там, ладья h1, и вот так вот. То есть белые не успевают перегруппироваться и приступить к атаке пешек черных на фланге, без того, чтобы не отдать свои. Обмен пешек ничья. Ну, был сыгран ладья h1, теперь король c6, важнейший темп, вот разблокировал белого короля, пропустил к своему Данилу Дубов, угрожает ладья a2 мат, король a5, считает Дубов, что когда он заберет пешку, стоящую на поле h2, все закончится. Король a6 было правильно, вот не надо было идти вперед, а он сыграл вперед, ну, опять же, быстрые шахматы и так далее. Ладья b4, зевнул вот такой маневр, несложный маневр. И тоже черных не проиграно. Ну, немножко тревожно стало. Ладья f7, на одном фланге пешки и так далее. Ну, здесь вот король c3, недочет серьезный. Видимо, h5 делала четкую ничью, нужно предъявить свой главный козырь, проходную. И, судя по всему, судя по прикидкам, таким предварительным ничья делалась четко после хода h5. А после король c3, f5, белые выиграли важнейший темп. Здесь уже ничьей, как таковой, четко и нет. Но есть неплохие шансы после ладья f2. Были, оставались. Вот такой вот вариант. Ну, правда, все равно, понимаете, белая пешка идет вперед, и здесь уже у белых просто выигранная позиция. То есть при естественных ходах, без каких-то уж совсем тонких ужимок, как со стороны черных, раньше это все делалось легко, я имею в виду ничью, а здесь уже ничего легко не делалось. Охота ладья f2, сделанный дубов, просто строго проигрывает партию, потому что не успевают черные. Белый король занимает отличное поле на e4. Как принято говорить, плечом оттесняет своего черного коллегу, не пускает его к пешке белых, к своей пешке. То есть приходится как-то давать шахи так. h5, но здесь просто строго математически выясняется, что не хватает темпов. Не хватает темпов у черных, чтобы сделать ничью. Король идет на поле g6, затем f7. ладья g4, вот такой маневр. Ну, ладья бит h4, черные сдались, потому что в главном варианте закрываются белые ладьи с f4 и все заканчивается. Ну, так вот грустно весьма начался этот матч для Даниила Дубова. Во второй партии имела белые фигуры, он ничего, никаких серьезных проблем не поставил перед соперником. Ну, и казалось, что, ну, Магнус есть Магнус. Ну, может быть, еще больше он в этом матче ничего не выиграет, и все закончится каким-то таким вот победой чемпиона. С большим или меньшим счетом. 3-1, 2 с половиной, непонятно. И вот очередная партия, третья. Во второй партии, напомню, была фиксирована ничья. Очередная третья партия, в которой белые фигуры принадлежали Магнусу Карсену, в которой, перед началом которой счет был полтора на пол очка в пользу чемпиона, и белые фигуры принадлежали также Магнусу. Коньев 3 он сыграл, ну, не рискует. Вот такая спокойная, витиеватая стратегия. С5, Е3, А6, Д4, Д5. Ну, один из вариантов ферзевого гамбита, можно сказать, защиты Тараша с формальной точки зрения, поскольку слона белых нет ни на поле Ж5, ни на поле Ф4, а черные сразу начинают борьбу за центр. Размен идет, приглашает своего грозного соперника Даниил Дубов к позициям с изолированной пешкой. Г3. Ход логичный. Вот в таких структурах это правильная постановка белого слона, то есть белые изготавливаются играть против изолятора на поле Д5, они фианкикируют слона, а не ставят его на Е2, то есть слон по диагонали будет атаковать пешку Д5 и сковывать возможности соперника. Конь С6, у черных, правда, хорошее развитие, и С4. Ну, собственно, единственной такой серьезной, достойной реакцией, которую может поставить под некоторые сомнения план со слон Ж2, является как раз ход С4. А для белых ход С4, С5, хоть скоро черный эффект кистирует своего слона, ну, вот дай такую позицию черным, даже если черные как бы, если белые как бы черные, ну, просто счастье неописуемое. Очень хорошо, очень так все прекрасно в дебюте сложилось, но белые все-таки должны бороться за преимущество. Есть идея Конь Е5, конечно, у белых, не торопится Магнус, и, судя по всему, наверное, должен был бы позволить ударить на С6 в случае Конь Е5. Даниил Дубов, здесь же слон Б4, атакован Конь, Конь Е5, тот же самый план, в неплохой редакции, хотите бить на С3, бейте. Ну, рокировка позволяет взять на С6 Даниил Дубов. С другой стороны, развитие неплохое у черных, и уж слишком жаловаться на жизнь им не надо. Все-таки взятие на С6 от БЦ, и будет защищена достаточно надежная пешка, стоящая на поле. Д5, затем можно сыграть слон Ф5, если белые ничего не делают, сверзь Д7. Развитие отличное, у белых еще проблемы с развитием, выведением слона с поля Ц1. То есть, хотя структура белых лучше, но одной структуры недостаточно, не то, чтобы выиграть партию, но просто чтобы побороться за преимущество. Слон Д2 играет Магнус Карсен, поскольку взятие на Е5 вроде бы не годится. Слон ДЦ3 хотя бы отчасти может рассматриваться как позиционные угрозы. Тут ладья Е8, конь атакован, взятие на С6, структура подпорчена, черный стоит активно, хорошо. Б3, подрыв естественный и обязательный для белых, слон бьет С3, взятие и конь Е4. Собственно, зачем слон бьет С3? Чтобы сыграть конь Е4, чтобы захватить это поле. Если белые бьют на Е4, то ослабляются страшно белые поля в их лагере. Там слон Н3, какая-то атака пойдет. Даже если черному придется отдать пешку на ферзьевом фланге, это будет не такой большой ценой за возможность потревожить белого короля и создать какие-то угрозы. Ну, ладья С1 играет Магнус, слона отдавать не хочет. Берете Н3, пожалуйста, будете иметь хронически хуже, говорил он соперник. Увидой плюс еще, ко всему прочему, у меня преимущество в счете, полтора на пол очка. Опять, ладно. Взятие на С4, ну, дубов есть дубов. Тактический мотив он обнаружил, и не он один бы, я думаю, с такой задачей справился. Срона 6, пешка подвязана. Если она будет отыграна, у черного будет все в порядке. Ф3, поэтому сразу завязывает напряжение Магнус Карсон, конь бьет С3, взятие-взятие, слон бьет С4. Ладья Ф2 и Ферзь Ж5. Ну, впечатление такое, что ничего серьезного у белых нет. Но мы не забываем о том, что белым играет чемпион мира. Слон все-таки потенциально вроде как у белых получше, чем у черных коллега, их черные коллега. Ну, на А2 пешка защищена Ладьейс Ф2. Но, с другой стороны, если подменять этого слона с помощью слона Ф1, то на С6 слаба пешка. Правда, у белых слаба пешка на Е3. То есть, по совокупности вот таких обстоятельств, если никто грубо не ошибается, скорее всего, позиция примерно равная. Ну, и Магнус начал вот в своей характерной манере как-то вот так действовать. Проводя примерно те планы, о которых я говорил, было ощущение, что вот уже отдал... Как отдал? Не отдал, а обменял на пешку Е3. И Даниил Дубов вроде бы свою пешку С6, но А4. Вот, может быть, немножко неожиданно для Магнуса... Неожиданным для Магнуса оказалось то, что не отбирает на Е3 в ответ пешку его соперник. Тогда была бы ничья почти форсированная. Чуточку с позиции силы для белых символически бы велел получше. Черные должны играть аккуратно. Один раз уже Магнус ничейный Ладейный выиграл, но там все-таки плюс у него был. А тут, ну, совсем мало. Ну, у белых точно не хуже, чуточку лучше. А после А4 черные проявляют активность. Король Ж2, Ладья бьет Е3 в такой редакции. И вот как-то что-то такое в воздухе, или чем-то таким в воздухе запал, потому что может идти речь о какой-то атаке до белого короля. Но Ф4 бояться хода не надо, потому что в Ферсе Си весь ход. И белые страшно ослабят при этом под Е4, сыграв Ф4. А иначе что? Ну, цепляются как-то черные к белым. Можно, конечно, дать шаг с полю Ц8, шаг дается, меняются фигуры. Опять же, конечно же, ничья, и, конечно же, ничего у черных нет. Но у белых-то точно ничего нет. Уже они должны играть чуточку аккуратнее соперника Ферс Д7, Ф6. А вот каждым таким неосторожным ходом Магнус создает предпосылки для какого-то... Ну, для создания какой-то опасности, скажем так, в своем лагере. Хотя, ну, все были убеждены, я думаю, что вот ничья не за горами, хотя Даниил Дубов очень достойный вел эту партию. Но счет-то в пользу соперника плюс один. Но там будет еще возможность с белыми пытаться отыграться у Дани. Ферс Ф5, Ж4, ну, Ж4, ты Ж4. Х3, король Ж3, Ферс Е4 играет Даниил Дубов. И вот это критический момент в партии. Белые были обязаны сделать ход Ферс Д7. Ну, так поступил бы не то, чтобы каждый, но многие поступили бы так. И у черных тоже открыт король. Ладейные все-таки ничейные, там пешка Х3 еще слаба у черных. А атаковать и выиграть что-то реально черным трудно. Разве что пешку Д4. Причем взять сразу ее смысла нет. Тогда Ферс Ф5, например, Ферс Д4, Ферс Ф5. Король заступает, шах. Ну, и там ничья вечным шахом. Черные не имеют права идти вперед на встречу опасности, как-то слишком рисковать. Это может для них кончиться не очень хорошо. Ничья, короче говоря. Но Магнус, вот, я уж не знаю, что, так сказать, сыграло с ним злую шутку. Может быть, он привык уже. Забыл о том, что и соперники другие тоже. Какие-то камни за пазуху могут иметь. Короче, Магнус взял пешку опять. И это вот сразу вот такая серьезнейшая ошибка. Черные отвечают Ф5. Тут же Даниил Довов сыграл Ф5. И оказывается, вот сразу, одномоментно, один неосторожный ход. И такой естественный, забрать пешку. Ф5, и черный развивает решающую атаку. Как-то всем, так сказать, кто следил за этим вживую, изумились, порадовались. Те, кто болеют за Даниил Довов, вообще за борьбу какую-то, за оживление. После Ф5 у черных решающая атака, повторюсь. То есть угрожает Ф4 выгнать короля на поле А4 и замотовать его там. Взятие, поэтому, на Ф5. Ферзь бьет Ф5. Что делать? В белых ужасный король. И совсем у белых плохо. Если пытаться прикрыться от шагов по линии же, например, там Ферзь Д8, то Ладья Е6, и вот основная идея черных, связанная с переводом ладьи, начинает срабатывать. Скажем, Ферзь H4, Ладья H6, следующий ход Ладья G6 и Ферзь G4. То связали Ферзя, выиграли его, выиграли партию. Ну, Ферзь Б5 сыграл Магнус Карсон. Все равно, та же самая идея Ладья Е6 с угрозой Ладья G6. Мат практически. Ладья Е2, вот ради чего Ферзь Б5, чтобы пули Е2 обеспечить для своей ладьи, Ферзь Б5 защищает ладью. Но, шаг. Ферзь Ф4, очень естественный ход и очень сильный. Угрожает Ферзь Б8H2, это главная угроза, и побочная угроза это Ладья G2. Но если Ферзь Б1, пытаясь как-то уйти назад, зачем Ферзь Б1? Чтобы связать ладью, чтобы не было идеи Ладья G2, взять и на H2, Ферзь Б2 выигрывает пешку, но не партию. У берых появляются шансы на спасение. А ход Король Х6 прекрасный, точный, ну, не сложный, но точный, безупречный. И возобновляется угроза главная Ферзь Б8H2, возобновляется угроза Ладья G2. Если Ферзь Х1 пытается защитить пешку, то Ладья G2. И в главном варианте, а не главный вариант, не очень хороший, если Король Ф1, то Ферзь Б8F3 и мат следующим ходом. А тут мат В1 ход вообще, вот такой мат. То есть Ферзь Х1 не годится, Король Ф1 тоже не годится и за Ферзь Б8F3. Ну и дальше, если Король Е1, тогда можно или Ладья G1 по своему выбору, или Ферзь Х1, а если Ладья F2, то Ферзь Х1 выигрывает Ферзя. Ну, поэтому Ферзь Д3 сыграл Магнус Карсон, теперь Ферзь Х2. Ладья Е6 и Белая издались, потому что самым естественным путем Даня выигрывает эту партию, меняя все, а потом проводя пешку H в Ферзи. В результате счет сравнялся. И последняя партия этого сегодняшнего мини-матча из четырех партий начиналась при равенстве. Полтора на полтора. Белые фигуры принадлежали Даниилу Дубову. Ну и, коль скоро мы уж начали говорить и рассказывать о этом матче, просто грех не коснуться того, что произошло в этой самой заключительной, сегодняшней, четвертой, быстрой партии, которая, напомню, игралась с контролем, как и все остальные, 15 минут основного временного капитала с автоматическим давлением 10 секунд после каждого сделанного хода. Итак, Дубов. Дубов играет Д4, и вот то, как трактовал дебют партии Дубов, чем-то перекликается вообще с манерой Магнуса Карса. Ну, конь Д2, рокировка, слон Ж2, такой, я уж не знаю, каталон, не каталон, но, скорее всего, каталон все-таки, слон Б7, Б2, Б3, так, провоцирует на ход. Слон С3, белый, заходом Б3. Я думаю, что позиция хотя бы немного анализировалась. Дубов, Магнус решил не искушать судьбу, и сыграл С5, не стал занимать поле С3 своим слоном, все равно им придется там подменяться, и поскольку хода А3 черные не опасаются за слон С3, слон Б2, правильный ход, они успевают открыть диагональ Б4 и Е7 для отступления слона в случае необходимости. Конь Б4, конь С6, А3, слон Е7, конь Ф3. Но вот здесь, может быть, опять же, понимаете, говорить о том, что белые добились чего-то существенного, трудно, но чего-то они на что-то могут претендовать. Заслужил внимание, на мой взгляд, взятие на С6, взятие на С6, взятие на Д5. Теперь в случае взятия пешкой, белые стоят чуть лучше, поскольку при надежной структуре, при размененной паре фигур, все-таки они, белые, заставили соперника образовать слабость. И вот если ЕД, то пешка Д5, это, безусловно, слабость, имеет свои достоинства даже в такой ситуации эта пешка, скажем так, Тарашевская, но у белых лучше. А если взять фигуры, ну, если взять слоном, то Е4 сразу, здесь же Е4, отступление, Е5, теперь бить на Ж2 невыгодно, атакован сейчас, вы видите, слон С6, которого атакует слон Ж2 и конь. Бить на Ж2 невыгодно по причине взятия на Е6, получается позиция с двумя фигурами за ладью, две фигуры, конь и слон, за ладью и пешку, но это Митрешпиль, поэтому белых лучше. Может быть, не очень, намного лучше, и черный не обязан проигрывать, но белые сильнейшие стороны, идти сюда черным не хочется. Бить на Ж2. А если конь Д5, ну, играем в ферзь Е2, и начинаем стандартную игру, как-то перегруппировая, захватывая центр, и подумывая, поглядывая на королевский фланг. Опять же, это не так много, но кое-что есть. Вот, может быть, стоило так поступить Даниру Дубову, а он сыграл конь Ф3, ну, начинается какая-то возня возле равенства. То есть, опять же, кто здесь сильнейшая сторона, сказать трудно. Надо отдать должное Дане, он здесь слона 6 сыграл. Может быть, конь опять стоило сыграть, слона 6 сыграл Магнус Карсон. Вообще, Магнус, конечно, очень тонко чувствует какие-то позиционные факторы, тонкие, неочевидные, связанные с изменением структуры. Ну, чувство опасности ему отказало в третьей партии, он взял пешку и получил, попал под матовую разгромную атаку, и счет сравнялся. Ну, в принципе, конечно, это редко с ним случается, хотя в последнее время чаще, чем раньше. Может быть, белым стоило сыграть ладят С2, в такой провести, проводить, попытаться экзотический план. Идея в чем? Например, там ферзь Д7, тогда ферзь А1, и белые расставляют фигуры вот таким образом, в строгом соответствии с, скажем так, заветами Рихарда Ретти. Вот дебют Ретти был, и здесь белые вообще расставили все свои фигуры по-реттиевски. Ферзь А1 и слон Б2, это его, так сказать, вот такая фирменная рекомендация, такой почерк его, так он расставлял фигуры, ладьи по линице давят, слоны работают как надо, но ничего нет, по большому счету. Белые стоят чуть гармоничнее и, может быть, приятнее, в практическом плане, поскольку взаимодействие сил более такое продуманное у них. Но большого преимущества в любом случае нет, да и маленького, наверное, тоже, но получше. Вот, а если здесь сыграть не ферзь А7, а скажем, ДЦ, так можно тоже. Ну, наверное, конь Д4, там слон ДЦ1, белые отступают, тоже возятся вокруг всего этого дела, допускают взятие на С4, но это отдача преимущества у слонов. А сейчас, в данный момент, в чем плюс белых состоит? Минимальные, несначительные. В том, что слон черных с Б7 ушел, вернуться он на большую диагональ не может, белый слон Ж2 хозяин на этой диагонали, бить на С4 черным не хочется, удары конь Б3 не проходит, поскольку конь будет защищен, и, иными словами, черным приходится как-то изобретать, как расставлять фигуры, и не совсем понятно, что делать. Ферзь А7 пойдет по удару конь в Е5, а нормальной, стандартной перегруппировки нет. Может быть, конь С6 лучших, вот, соглашаясь определенными уступками. Опять же, здесь шла бы игра какая-то, борьба на таких вот нюансах, во многом психологического характера, связанных отчасти, или во многом, скажем так, с тем, что все-таки это быстрые шахматы, и в них факторы времени весьма существенные. Ну, Магнус, опять же, есть Магнус, наверное, он справился с этой проблемой, чуть-чуть подумал бы, и нашел четкую перегруппировку. Но последовала Диа-1, так сказал Данил Дубов. Теперь спокойная игра, естественно, и черных, позволяет им разгрузиться, полностью уравнять позицию, и, по большому счету, ничего интересного вроде бы уже случиться не может, не должно, но показываю эту партию, опять же, поскольку это партия центрального матча, от которой зависел ее исход. Слон Д4, взятие-взятие, конь Д5, конь Ф4, меняется Данил Дубов, дает промежуточный шах, ловушечка заодно, нельзя идти вперед королем, из-за шаха с под Е4, и теряется черный, черные теряют качество, и, наверное, попадают в проигранную, или почти проигранную позицию. Ну, слон Ф8 есть, такой ход, такая защита у Магнуса, слон С5 сыграть нельзя, потому что ладян С2, нужно взять коня, правда, нельзя взять на Е2, слон Е2, слон Е2, ладян Е2, тогда слон С5 и теряется слон Ф8, выигрывается белым, теряется черным, белый выигрывает, поэтому ладья С8 отступает назад Магнус, ладья Д7, пока что Данил делает вид, что его ладья активная, черных пассивная, я первый атакую пешку соперника, но пешка идет вперед, следует обмен-обмен, ну, впору сокращаться на ничью, но еще маневрирование такое вот продолжалось, продолжалось-продолжалось, размен-размен, знаете, даже я не буду показывать дальше, они еще играли эту позицию какое-то время, мертвая ничья, 4 на 4 на фланге, ладейник. Что это означало? Это означало, что матч закончился со счетом 2-2. Данил Дубов несколько сенсационно, весьма достойно противостоял Магнусу Карсену, первую партию очень досадно, обидно для себя, он проиграл в ничейном, в общем, несложно защищаемом ладейном окончании, а в третьей партии Магнус подставился, забрал отравленную пешку и получил, в общем, попал под разгромную атаку, по сути дела, получил мат. 2-2. Вот такое начало, но напомню, что впереди нас ждет второй игровой день, еще один матч, а уж как он сложится, чем закончится, не будем гадать, не будем забегать вперед. Следующий матч, который вызывал, ну, все матчи, на самом деле, вызывали немало интерес, а следующий матч, которому будет посвящен наш сегодняшний выпуск, хотя бы отчасти, это поединок между Ливоном Родьяном и Хикару Накамурой, более конкретно вторая партия. Вообще, вроде бы, вот, Хикару Накамура после целого ряда блистательных выступлений своих в Блиц воспринимался как-то очень грозно, очень сильно, но все-таки здесь не Блиц. Здесь быстрые шахматы, и вот в быстрых шахматах уже сказать, что Хикару Накамура так уж превосходит такого шахматиста, как Ливона Ронян, ну, как-то язык не повернется, рука не поднимется, и вот во второй партии, после первой стартовой ничьи, не очень такой интересный, белая фигура имела Ливона Ронян, он сделал ход Д4, Конь Ф6, Конь Ф3, Д5, СФ4, Е6. Снова вот такая современная трактовка. Белые по-магнусовски, я бы сказал, по-карсеновски. Ничего нет и не надо. Знаете, такая формула использовалась, когда вот Магнус совсем юный, восходил на шахматный престол, расчищал дорогу, еще не был чемпионом мира, но уже было понятно, что, скорее всего, будет. И вот его, так сказать, действия во многих партиях, во многих спортивных ситуациях, и в дебюте, в частности, они как раз хорошо отражались этой формулой. Когда я бы говорю, ну, у тебя же ничего нет, у вас ничего нет, ничего нет и не надо. Выиграю потом. Равную позицию, даже чуть худшую, может быть. Ну, посмотрим, что сделал, вот, что смог сделать Ливон Ронян с Хикару Накамурой в этой второй партии их сегодняшнего первого мини-матча одной четвертой финала. Удар-удар, Ферзь С2, атаку он и пешка, Ф5, взятие-взятие. Ну, есть у белых что-то или нет? Ничего нет, по большому счету. То есть, у черных тоже ничего нет, ну и белых нет. А мы знаем, как здорово вроде Хикару Накамурой ориентируется в ситуациях с укороченным контролем, и поэтому, ну, не Магнус Карсон, в общем, по точке зрения какого-то высшего понимания шахмат, ну, тоже совсем-совсем неплох. И вот слон бьет Е5, поскольку черный слон устремлялся на поле Д3, и он добивается этого, занимает великолепную позицию, ну, все у черных восхитительно, король белых не может рокировать, белый не сильнейшая сторона, правда, у белого слона на Е5 тоже очень-очень хорош. Но непонятно, как эти слоны, как один, так и другой, могут поучаствовать в атаке на короля соперника. Они действуют на нервы, конечно. Черный слон Д3 на нервы белого, а слона Е5 на нервы черным. Ну, вот вопрос, что дальше? Пешка на Б7 отравлена, ну, пока что ферзь Б6, Б6 все-таки на всякий случай. Ее брать было, может быть, не так выгодно, хотя можно было бы задуматься над этим взятием, потому что там ладья Б8, ладья Б2, но висит пешка на С7, с другой стороны, тогда слон Д3 станет действительно очень грозной фигурой, которая поучаствует при ладке черных на Б2 в атаке на белого короля. Ну, пока Ф4. То есть, ход во всех отношениях логичный. Черные, то есть, белые хотят вывести, открыть дорожку своему королю на Ф2 и, может быть, на Ж3. А пешка может по линии аж пойти вперед, и тогда уже слон Д3 будет работать впустую, а белый слон на Е5 вдруг, да и скажет свое веское слово. Черным, скорее всего, стоило сыграть С5, у них, если и хуже, то символически. А было сыграно аж 5, чтобы забить фланг. Но вот этот ход не очень смотрится. Не очень смотрится, потому что король Ф2 и план белых есть. У белых есть перегруппировка. И перепрос колодья одной на Ж5. То есть, колодья встанет на А3, вторая на А1. Пешка на А4 не подвисала, потом ладья Ж3, ладья Ж5, потом вторая придет на Ж3, и уже сильнейшее давление на пешку Ж7. А что за это время смогут сделать черные, совершенно непонятно. Как они откроют позицию в центре до ферзи в фланге? То есть, понятно, что что-то не то делало немножечко вот на этом участке борьбы, на этом участке партии Хикаро Накамура. Король А7, ну, ладья А3. План проводится. Ладья Ж3, оставляя пешку под ударом, используя то обстоятельство, что пешка Е6 старше. Ферзь А4, Ферзь Е6, это не то. С5, ладья Ж5, даже без потери темпа белая ладья проскочила. Но, правда, с другой стороны, Хикаро Накамура считает, раля на Х7, пешка перешла с Ж7 на Ж6, и слон белых с поля Е5 не может ее атаковать, то лобовая атака, лобовой нажим с помощью ладей и тяжелых фигур на пешку Ж6 не опасен. Но это не совсем так. В том смысле, что фактические мотивы могут все-таки использоваться белыми. Удар на С5. Зачем? Ну, бить Ферзем теперь нельзя. Висит пешка, стоящая на поле Е6, поэтому надо сдать пешкой. И С4. То есть, перегруппироваться вот таким образом Ливон Аронян, загодя уже, своих позиций на Ферзем фланге и переброску тяжелых фигур на фланг Королевский, хотя по большому счету это ничего не дает. Важно отметить, что слон Е5 выполняет важную функцию. Какую? Он не только посматривает куда-то на Королевский фланг, создавая пока непонятные угрозы, но и контролирует поле Б8, и черные не могут захватить эту линию, линию Б. Ферзь на Б3 надежно расположен, ладья Б8 сыграть нельзя, Ферзь Б7 тоже подготовить трудно, хотя, может быть, надо. Вот ладья Ф7 отчасти для того, чтобы подготовить ход Ферзь Б7. Ферзь С3 уступаем вам линию. Пожалуйста, занимайте Ферзем поле Б7. Опять непонятно, где белые играют. Может быть, А6 они сыграют, и начнут там ладья А5 что-то такое делать. Все-таки белые поактивнее. Так вот, психологически, символически, Б3. Ну, черные могли сыграть А6, и была бы, наверное, надежная у них позиция. Хотя, все-таки, лучше у белых все равно. Ферзь С6 играет Хикаро Накамура. Следует ладья А1. Все-таки, атака белых потенциальная, пока не реализованная на этом фланге. Но, смотрите, после того, как белая ладья перешла на А3, ушла с Ферзьева фланга, может сложиться впечатление у играющего черными, что пешка Б3 окажется объектом атаки. Как ее атаковать? Пока не совсем понятно. Ладья А8, напомню, еще раз, невозможная из-за сломбит Б8, но можно бросить ладью вперед одну, потом Ферзь Б7, пешку не защитить, а пешку Ж6 будем защищать ладью СС8 с помощью ладья Ж8. Вот такая вот мысль могла пронестись в голове Хикару Накамура. И он играет ладья Ж8, видимо, для того, чтобы реализовать нечто подобное. Ладья Ж3, король Х7, ну, какие-то тревожные мысли, видимо, были у него, у Накамуры, связанные с возможностью белых сырать. Ладья бьет Х5, король Х7, хорош, нормальная профилактика. Белый играет Ферзь С1, оставляя пешку Б3 под ударом, но бить ее нельзя, потому что тогда последует Ферзь Д1, атакова на ладья. Ладья Б2 шаг дать нельзя, слон с Е5 не только пуль Б8, но и пуль Б2 контролирует. Ну, а если какой-нибудь там ход такой типа ладья Б7, тогда уже комбинация. Причем можно комбинацию максимально эффектным образом провести, отдать не ладью, а ферзя и поставить черному королюма. Итак, пешка Б3 неуязвима, следует Ферзь Е8, чтобы надежно защититься на фланге. И теперь Ферзь Д1, не то чтобы создавая, хотя на самом деле создавая какую-то угрозу или намек на угрозу, но вот черные должны были понять, Хикаро Накамура должен был понять, что угрозы белых могут казаться крайне неприятными и сделать ход Ферзь Ф7, поставив Ферзя под защиту второй ладьи, ладьи Б7, и теперь уже комбинация ладья Б6, ладья Б6, ну вот такая вот, давайте я сделаю этот ход, не проходит. Взятие, взятие, и можно сыграть ладья А6, после чего отдали ладью, ничего не получается у белых, так как Ферзь Ладья Ж7 невыгодно, Ферз бьет Ж7, и висит Ферзь. Вот, а если сыграть А6, ну сыграли А6, ладья Д7, и держимся, я с точки зрения черных вот так рассуждаю. На самом деле просто позиция абсолютно равная, абсолютно ничейная, все забито, никакие комбинации, никакие прорывы на крадевском фланге не идут. Но Хикаро Накамура, я уж не знаю, это для него не характерно, вообще он в быстрых, ускоренных шахматах, или тем более в Блице, но в быстрых шахматах тоже ощутимо очень, он сохраняет гораздо более высокую концентрацию, чем большинство его соперников, это его сильная сторона, в частности, понять, что что-то такое, хитрый тактик, как он себя называет, Ливон Иронян, что-то задумал, заначал, ну, должен был понять это и оценить. А ладья Д7 играет Хикаро Накамура, и ладья Берджи 6, тот самый удар, о котором шла речь. Если теперь ладья Берджи 6, тогда шахт, король заступает, висит ладья, а после ладья А6, в случае ладья А6, ферзь-то не на Ф7 стоит на Е8, никем не защищен, просто ферзь Е8, белый сразу выигрывает. Поэтому пришлось на ладья Берджи 6, напомню, что вот здесь Ливон Иронян нанес удар после неправильного размышления, ферзь Берджи 6, пришлось сыграть Хикаро Накамура, не ладьей взять эту пешку, ну, взятие, теперь с ладья Ж6, то взятие, взятие, ферзь Е8 и сдались, там с H8 будут какие-то катастрофические вещи происходить, шах, 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 ладья Ж7, это просто отдача, всего, если король Х5, тогда масс поле Ж5. То есть бить на Ж6 ладьё нельзя, пришлось взять королём, теперь король Ж1, А6, ну, начинается вот такая игра. Опять же, сказать, что это совсем просто выигранно у белых, нельзя, но шансы большие. А вот я сейчас задним числом думаю, а вдруг сознательно на всё это пошёл Хикаро Накамура. Поверить трудно, потому что белые ничем не рискуют, ну, может он считал, что всё забито на фланге, и прорваться белые не могут, а позиции на самом деле практически выигрышные, потому что белые легко просачиваются ферзём в лагерь соперника, пешка, это пешка, играем не в пешке, а в шахматы, ладья Б3, ферзь А4, ладья идёт вниз, ну, что, пешку Ж2, ведь, обращайте внимание, что на Б2 ладью споставить было нельзя, слон на Е5 контролирует это поле, а тут что, ферзь Д7, атакован и пешка Е6, слон бьёт С4, и в чёрных ещё и они забрали вторую пешку подряд, но ферзь Е7, и всё. То есть, ладья Б8 сыграл здесь Хикару Накамура и сдался, потому что в главном, собрали не сказать, варианте, он, ну, гибнет таким вот образом, слон идёт на поле Ф6, затем слон Ж5 шаг, и АЖ или ФЖ мат в любом случае. Так закончилась эта партия, Лимон Роднян одержал победу. И в следующей партии была фиксирована ничья, Накамура не поставила белыми никаких особых проблем перед Лимоном, это, удивляться этому не приходится, поскольку всё-таки Накамура игрок, а не дебютчик, не знаток, так сказать. И играя против шахматиста, который по своей эрудиции, наверное, его превосходит, Лимона Родняна, который хладнокровие сохранил, и время какое-то есть, ну, не должен он так по заказу добиваться преимущества. А в четвёртой партии Лимон переиграл Накамуру, правда, Хикару, конечно, должен был отыграться, и он взбаламучивал позицию, но всё уверенно парировал Лимон, и в абсолютно выигрышном положении, которые компьютерные, там материал полно лишнего, проходные, правда, разноцвет, но всё равно выиграно очень легко, очень много проходных, очень много лишних пешек. Так вот, с оценкой для белых, там, плюс пять чем-то, под шесть единиц, просто предложил Ничью Лимон Роднян, на рейтинге никакие не идёт, зачёт это не идёт, и выиграл он матч с самой два с половиной на полтора. Ну, мы приступаем к следующему, так сказать, номеру нашей программы, а именно к матчу между Весли Соу и Максимом Вашьелогравом. Я вот как-то по неосторожности не вернул позицию в начальное, в исходное положение. Может быть, подсказал некоторым из вас, которые не знали, чем всё это закончится, кое-что касательно этого поединка. Итак, Весли Соу против Максима Вашьелограва. Белым играет Соу, это, как и в предыдущем случае, вторая партия, и давайте посмотрим, как проходила в ней борьба. Итак, Е4 играет Соу. Соу играет, конечно, с двух рук, но Е4, как его любимый ход. С5, Максим Вашьелограв может играть тоже по-разному, но сейчас наслаждает его козырный дебют. Ну и здесь вот Слон Е3. Конь Ж4, Слон наступает, Конь Ф6, Слон Е3, Конь Ж4, и Слон Ж5. То есть, это вот модно довольно так отступить туда-сюда слоном, проверить наберение соперника, сказать, что это приводит к выигрышу времени, к накоплению по 10 секунд после каждого сделанного хода. Ну, можно, конечно, но это не принципиально, это не актуально, потому что и вы, и соперник тоже, так сказать, теряете это время. Просто какая-то такая вот психологическая зандажная операция. Слон Ж5, Х6, Слон наступает, Ж5, и Слон Ж7. Вот интересно, что вообще вот этот вариант при немножко других порядках ходов он может получиться. Он начал проходить такую интенсивную проверку уже много лет назад, в частности, матч с турниром на Первенство мира был в Сент-Луисе, в Аргентине, в Сан-Луисе, нет, не в Соединенных Штатах, в нынешней шахматной столице США, а в Аргентине, в Пампасах, в Прериях, на западе страны. Вот, и тогда вот в партии между Петром Сфидлером и Василием Топаловым как раз встретилась вот эта идея, Ферзь А5, С3, Конь Ф3, Шах, Взятие, Слон Бьет С3, Взятие, Взятие, Ферзь Д2, ну, Белые, если не хотят довольствоваться, ничьей, кстати, трудно довольствоваться, на коробе Д2 следует Конь Д4, придется отдать Ферзя у Черных лучше. То есть, Ферзь Д3 фигура, соотношение для Белов вроде неплохое, но взаимодействие трудно наладить силам Белых. Вот, а Ферзь Д2, ну, Взятие, Взятие, и вот стало считаться, что здесь все-таки Белые имеют основания претендовать на победу, на преимущество, ну, и давайте посмотрим, что было дальше. То есть, вообще, ваш Ялограф играл партию быстрее соперника, было понятно, было видно, ощущалось, что он к этим позициям готов, хотя, опять же, формально, вот оценка этой позиции чуточку в пользу Белых. И наши электронные друзья так говорят, и общественное мнение таково. Чуточку лучше у Белых, ну, Черным нужно играть аккуратно. Ф4, естественный ход. Ну, теперь, можно было взять на Ф4, слон бьет Ф4, Конь Д4, и вот здесь сыграть. Кстати, имеет смысл посчитать пешки. У Черных 5 пешек, у Белых 3. То есть, Ладья и 2 пешки за 2 слонов. 2 слона, кстати, большая сила, но у Белых все-таки здесь получше, скажем, слон Е3, Конь Ф5, там, слон бьет Б7, одну пешку отыграли, она начинает сказать, там, возня, Младья G8. Это необязательный вариант, я просто как-то иллюстрирую вот то, что примерно могло бы возникнуть в этой позиции, в этой партии, как бы она могла продолжаться. Ну, а здесь вот сделал другой ход Максим Варсиелограф, Конь Д4. Он, с формальной точки зрения, может быть, послабее, но практически, я думаю, тем более, что Максим Варсиелограф эти позиции наверняка анализировал, может быть, даже и получше. Вот, Конь Д4, что делать? Ну, белые должны были сыграть, видимо, ФЖ, допустить Конь Ф3, собственно, ради этого, Конь Д4, черные играли, ради этого мотива, ради этой идеи, допуская взятие на G5. Кородие 2, белые могут сыграть, но взятие на Ф3, это не то, тогда Фердь бьет Ф3, белые важнейшего слона отдали, разменяв его на коня, атаковывая на ладья, а потом черные консолидируются, у них будет получше. Вот, а после Кородия 2, вроде лучше у белых, ну, в таком вот варианте, заигрывание позиция очень не шаблонная, с нарушенным материалом, где какие-то прицепы такие психологические, оценочные, очень трудно вычленить, то есть, вот, куда, как ставить, как налаживать взаимодействие, когда там, скажем, если белый конь придет на G4, то все, конечно, у белых будет хорошо, но пока это не очень идет, Конь Ф5 с угрозой Конь Берджа 3, Скором, Король G2, там, Конь H4, вот какие-то такие варианты, опять же, судя по всему, у белых здесь лучше, но новые идеи появляются, там, в ладе G7, белый король немножко стоит как-то неустойчиво, но можно перевести слона белых на G4, он будет надежно защищать своего короля, понятно, что здесь уже у белых лучше, но вот такого рода варианты, могли возникнуть после FG, видимо, хода правильного, но сыграл Конь Е3 здесь, в этом поражении в ССУ последовало взятие на F4, Конь G4, очень все заманчиво смотрится, на самом деле, здесь черных, в общем-то, порядок, и как ни парадоксально, вот в этом положении заслужило внимание такое решение, как короткая рокировка, почему? Висит Конь на D4, то есть на взятие на G3 следует Фердь бьет D4, скажем, ладья F8, теперь можно и FG сыграть, но после FG и Фердь C5 позиции примерно равные, там Фердь C5, взятие-взятие, скажем, кстати, Конь F6 нельзя играть, вот важный момент, вот кажется, может, Конь F6 шаг, нельзя, и за ладья бьет F6 Фердь по-прежнему висит, и он связан, поэтому ладью он взять не может, нужно взять на C5, тогда размен-размен, и просто белые все на свете потеряли, качество отдали, и у них безнадежно. То есть нужно поэтому сыграть здесь не Конь в 6, а Фердь бьет C5, размен-размен, возникает вот такая позиция, сложная, но у черных теннис не хуже, это видно невооруженным глазом, хотя белые могут забрать пешку B7, тогда черная пешка идет вперед, там слон бьет H6, C3, слон B5 шаг, король отступает, слон A4, пытаясь таки остановить это победное наступление пешки, но ладья D3, белые, черные тоже предъявляют свои козыри, а потом в случае хода королем вперед можно сыграть C2 и выиграть фигуру, то есть черные не рискуют, но видимо белые тоже делают ничью после FG, а в случае Ферзи G7, здесь вот в этом положении, следует Ферзи G5, ну скажем, Ферзь бьет B7, взятие на F2, король H1, тоже какая-то сумасшедшая позиция, нестандартная, может у белых лучше, а может не лучше, то есть, на самом деле, может быть все-таки у белых объективно лучше, но оценить позицию, понять и воспринять очень сложно, 0-0 видимо был правильным ходом, вот здесь, но вместо хода 0-0, короткой рокировки, парадоксального хода, прямо скажем, сделал естественный ход, Весли Сол взял коня, теперь Ферзь B1 шаг, теперь Ферзь бьет A2, теперь Ферзь B3 шаг, ход король H2 просто приводил к повторению, ничья получалась, черные давали шахи, все время получалась ничья, но считал, что он должен играть на выигры, что у него лучше, Весли Сол, он играет конь Е3, он считает, ну правильно считает, что ладья на H8 под ударом, у белых сейчас 3 фигуры на доске за ладью, правда у черных еще там какая-то уйма пешка, 4 пешки, но пока что мы играем не в пешки, а в фигуры, но ладья F8, вот такой ход, не Е5, а ладья F8, если Е5, тогда у белых лучше после, давайте я прикину, что, почему Е5, немножко не то, есть, Ферзь Е4, даже не Ферзь Д5, у черных очень открыт король, тоже ничего особенного после Ферзь F7, но ладья F8, так пожестче, что делать, но если взять на Ф4, то Е5 и уже атака идет на белого короля, ладья F4 шах и так далее, если Ферзь Е4, тогда взятие на Е3, шах ладью и белому королю, король отступает, так играть можно, но после ладья F6 у черных лучше, вот здесь у черных лучше, а не у белых, насколько белый король, еще неприкаянный в случае взятия на Е3, сбоку шахи дает Ферзь, это неприятно, а если слон H4, тогда Е5, вот здесь уже Е5, так и было в партии, Ферзь Е4, взятие на Е3 шахом белому королю, ну вот можно здесь как-то по-другому было играть, Ферзь Д5 можно было сыграть, вот очень внешне странно выглядит эта идея, но она возможна, и она была правильна, и на взятие на Е3 отступить королем назад, Ферзь защищен теперь слоном, ладья Д8 атакована другим слоном, и поэтому черные не успевают здесь раскрутиться, и играть на победу трудновато, хотя с другой стороны, ну что, вот скажем, можно разменяться на Д5, взятие-взятие, ударить на Ф2 пешечкой, сколько у черных пешек, на слепе 5 пешек, и ладья за двух слонов, но у белых инициатива, и может быть не стоит здесь брать на Д8, эта позиция не в пользу белых, более того, если черные хотят сделать ничью, могут сделать просто ходом Ф1, разменяться, разменяться, взять на Д8, угол не того цвета, даже если белые заберут все пешки, а могут поиграть на выигрыш, используя отдаленные проходные на ферзьем фланге, слон Ф2, может быть, стоит здесь поэтому сыграть, сохраняя инициативу, и блокадную такую позицию, то есть у белых, видимо, компенсация, у всех материальных привычек, на стороне черных здесь, вот, а было сыграно Ф4, отход неудачный, хуже, чем ферзь Д5, взятие на Е3, ладья дает шах, король Ж3, решил убежать королем своим из опасной зоны, Максим Вашьелограф, путаю уже, а Весли Соу, и король H2, ну, Ф1 конь, такой ход, слон бьет Ф1, ладья идет на поле С8, откуда-то сбоку пытается давать шахи, но все равно у белых координация синтон нормальная, слон Ж2, ладья Ж8, теперь ладья Б1, видимо, была сильней, с примерным равенством сложнейшей позиции, было же сыграно ладья Ж1, и правильный ход ладья С4, обеспечил черным небольшое преимущество, вот, висит слон на Ж4, это главный фактор, если ферзь Д5, связывая ладью, тогда ладья Ж4, нет, 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 что я сделаю, я что-то совсем, какую-то глупость вам сказал, ладья Ж6, конечно, нужно сыграть, конечно, нужно здесь сыграть ладья Ж6, и ситуация совсем не такая, да, да, то завела какой-то ход странный, готовиться ко всему этому делу, глаза разбегались, много партий, лучший ход за белых, слон Ф2, ну, и черные играют ладья Б4, предлагая разменяться ферзями, то есть черные консолидировались, и 4 пешки, ладья И4 пешки, конечно, в черных явные преимущества нельзя, но у них скорее лучше, чем хуже, вот, был сыгран ладья Ж7, и ответ слон Ф6, то есть вес Лесу, ну, видно здесь по действиям белых фигур, что, конечно, белые играют на победу, белые считают, что вот они все-таки переигрывают соперника, ферзь Ж4, теперь лучше было сыграть ферзь С4, и позиция после этого, вот в таком вот варианте, ладья С2, у черных хорошая, так, смотрим, до ферзь С4 надо было сыграть, и у черных преимущество, здесь, поскольку белые завели слона, на поле Ф6, и они утрачивают координацию, слон под ударом, ферзь под ударом, трудно избежать разменов, а ладья С2, ход не совсем верный, хотя по-своему заманчивый, ферзь Ж8 играет Вес Лесу, и здесь нужно было сыграть ферзь С8, здесь нужно было сыграть ферзь С8, король Е6, отступить с слоном, продолжая в сложнейшей позиции игру на три результата, хотя вот после всего этого, после неудачного хода ладья С2, место ферзь С4, ферзь С4 давал черным лучшую, в игру, ладья С2 могло привести к худшей игре, у белых все-таки инициатива более существенная, чем материальные преимущества соперника, а был сыгран слон Х4, теперь ладья Ф3, такой странный внешний ход, но довольно эффектный, то есть слон на Ж2 связан, ферзи атакуют друг друга, черные прилагают размен ферзей, угрожает ладья Витаж Т3 мат в один ход, ферзь Д8 шах, теперь если король Е6, тогда ферзь Е7, затем ферзь Ф6, и затем ферзь Ж6, и ладья Ф1, вот такой ход, вот такой маневр белые тогда могли осуществить, реализовать, и у них хорошо, у них лучше, чем у соперника, так как ладья Ф3 связана, слон связан белых на Ж2 тоже, но он защищен ферзем, поэтому можно не опасаться ладья Беже 2, связка возобновится, например, ладья Беже 2, король Беже 2 можно тоже сыграть, кстати, ферзь бьет Ж2, ничего особенного не дает по причине Е4, а после король Ж2 у белых какая-то атака сохраняется, и хитрость состоит в том, что с ладья Ф1 тогда шах не берет с ладья, а выигрывается ферзь, а в случае хода Е4, слон Ф2, сохраняя больший фигур, и черный король в опасности у белых атака, у белых лучше, не выиграна, но лучше, белая сильнейшая сторона, вот, если король Е6, а после хода король С6, который сделал ВССУ, не ВССУ, а Максим Ашьянограф, ситуация иная, слон Ж3, ферзь Е6, сумасшедшая партия, сумасшедшая позиция, ну, черный король в безопасности относительной, слон Ж2 скован, связан ладьей, нужно было здесь сыграть, вне всякого сомнения, король Х1, и лучший ход со стороны черных Е4, опять же, сумасшедшие позиции, на Ф3 брать нельзя, по причине ферзь Г3, да и вообще не очень хочется, слон стоит атакованным, нужно играть потом в ферзь Х4, защищая пешку Х3, то есть создавая угрозу взятия, наверное, на Ф3, и защищая слона на Ж3, тогда черные могут сыграть, например, Б5, проигнорируя всякие угрозы, белым тоже не имеет смысла сейчас бить на Ф3, они усиливают позицию, начинается вот такая вот вязкая игра, при очень необычном соотношении материала, и очень необычной структуре, но вместо хода король Х1, который сохранял напряжение борьбы, все это на флажках происходило, времени мало, сыграл в ССОу ладья Б1, создавая жуткую угрозу, жуткие угрозы шаха с Б6, но ладья Б2, этот ход в ССОу зевынул, и все закончилось, взятие, ладья Б3, белые сдались, потому что в главном варианте двойной удар, взятие ладьи, у черных, четыре лишние пешки, в ферзевом окончании, король черных легко уходит от шахов на поле А7, и все, вот так был открыт счет в этом матче, следующая партия закончилась ничью, и все, должен был решить четвертый поединок, который начинался при счете 2-1 в пользу Максима Вашьялограма, напомню, что Максим Вашьялограм каким-то чудом в последний миг буквально вскочил на подножку уходящего поезда, выиграв тогда в очном поединке в последнем туре Александра Грещука, и выбив Александра из, так сказать, вот этого самого дальнейшего участия в этом турнире на этапе плей-офф, казалось, что ничто не может помешать Александру Грещуку, а Максим Вашьялограм растерял свои шансы, проиграв за некоторое время до финиша Ани Шуигири, но вскочил на подножку уходящего поезда, обыграл одного из фаворитов Весли Соу, хотя, понимаете, вроде бы здесь второй номер предварительного турнира играет с предпоследним, именно с Максимом Вашьялограмом, но мы же знаем, как играет Максим Вашьялограм в быстрые шахматы, и сказать, что Весли Соу сильнее его нельзя, и вот лишнее подтверждение характера борьбы в этом матче, 2-1 перед последней партией, и у белых, белыми играет Весли Соу, он должен отыграться белыми фигурами, снова сицилянская защита, не возражает против такого развития событий Весли Соу, и с удовольствием применяет ее снова вот такой сюрприз, С1, Конь Ф6, Аш3, Аш3, хорошо, Аш3, В принципе, конечно, играя таким образом, разыгрывая дебют, белые не могут претендовать на многое, но на кое-что могут, Ж4, псевдоатака Кереса, необычные редакции, с потерей темпа, но черные-то многого добились, конечно, и проблем у них быть не должно, и кроме того, так уже неоднократно отдельные некоторые соперники играли с Максимом Вашьялограм, поэтому к этому и психологически, и, скажем так, просто по шахматному готов, но обычный ход из Ферзи Д2, такой, червячий, потом рокировка, и так далее. Не будем вдаваться в подробности, пытаться оценить последствия хода Ферзи Д2, это большая тема для большого отдельного разговора. Ф4 сыграл Вест Лесоу, почему бы не Ф4? И очень быстро, почти без особого раздомия, показывает его соперник Максим Ашьялограм, что ход плохой. Плохой по чисто тактической, очень красивой причине. Удар, удар, и фантастический, по необычности удар, в Конь H5 атакует слона и создавая угрозу Ферзь H4. Если взять на H5, тогда Ферзь H4 берем совсем плохо. Ну как, совсем нехорошо. Шах, и атакован слон, слон выигрывается, затем там С4, откуда-то еще, например, ну как, анализировать больше не надо. Понятно, что в черных при материальном равенстве и лишенном рокировке в белом кроде, у черных большое преимущество. Слон за 4 реальная угроза. А Конь Е5 угроза, много угроз. Вот. Если сыграть здесь слон H2, вот слон атакован, если отступить им на H2, тогда Ферзь H4, Король идет вперед, Конь G3, Ладья G1, лучший ход. Потому что черные могут и Ферзем на G5 отскочить, и связывать коня. Скажем, Ферзь Е1, Ферзь G5 и взятие Ладьи. Квадь у Ладья G1 нужно играть. Теперь Ферзь G5, Король отступает, Ферзь Е3, такой вариант, Конь G4, выиграли пешку. Не сообразняемся взятием на Е2, тогда у белых компенсация, а Конь Е4 выиграли пешку, ну, почти бесплатно, за бесплатно. То есть на это белые идти не могут и задумался здесь, что важно, то есть свидетельствует о том, что неожиданностью для него стал маневр Конь H5. Задумался Весли Сова, сыграл в Солоне Е3, Ферзь H4 теперь нельзя, потому что Солон Ф2 и теряется Конь. Но зачем так, когда можно Конь G3, атакован на Ладья, теперь Конь Бет Ф1, Король Бет Ф1, белые лишены рокировки, можно было сыграть Солон Е7, можно сыграть H5. Ход H5 более жесткий и, наверное, правильно так нужно играть в шахматы черными, скоро соперник подставился, у черных просто получше. Сказать, что у них такое уж большое преимущество нельзя, но вот даже после такого изменения структуры, а интересно, что французский герасмейстер быстро на это пошел, согласился на то, что белый конь возьмет Солона на Е6 и белые заберут пешку на G4, вроде бы все у белых консолидировано, но у черных лучше. Что делать? Идея хода ферзь F6 состоит в том, что если бы здесь сыграл Веслисову Ладья F2, у белых вроде совсем здорово, там ферзь на G6 и за это только не E5 промежуток. Нельзя взять на F6 это конь бьет G4, Ладья бьет Е6, король D7 и придется отдать качество за бесплатно. Висит ведь Ладья в этом варианте и Солон на Е3. А если отступить, тогда ферзь H4, размен-размен, у черных явно лучше Эмшпит, потому что и пешки стоят как надо, и конь замечательный, и пешка на H3 слаба. Вот, ну король E2, поэтому Неладья F2 сыграл здесь Веслисову, конь E5, в некотором смысле то же самое. Ферзь F7, можно было сыграть ферзь H4 и суга делать ничью с позиции силы, но вот по-мужски, как принято говорить, сыграл Веслисову, не Веслисову, а Максим Ашкилограф, сохранил ферзей, ферзь H5 идея, то есть он играет на атаку, на инициативу, утверждая, что у черных все равно лучше. Теперь конь C4 не то, по причине король C1 и белые убегают, а перш слон Е3 защищен ферзем, поэтому слон Е7, просто черный заканчивает развитие, и при хорошей структуре и лучшем короля все замечательно, у черных и не столь замечательно у белых. Бить на G7 нельзя, по причине конь C4 шах, если король C1 потеряется просто слон, а ладья H8 защищена ферзем, и поле F7 прикрыто, то есть ферзь Беже 7 это взятие пешки, и не более того, никаких угроз ферзь не создал. А если король D3, тогда конь Б2 вернулись, вернулись, защитили этого самого коня ладьё, лишняя пешка, у белых ужасный король, а угроз у белых черному королю нет. То есть ферзь G7 не то, король C1 сразу поэтому сыграл ВССО, ну какие-то проблемы он ВССО решает, короля эвакуировал в запасные зоны, но черные нагнетают давление. Можно было сыграть 3-0, но неправильно это, потому что тогда после слон C1 позиция была бы чуть лучше, у черных, но не более того. А вот план черных стоит в том, чтобы атаковать белого короля конь C4, ну слон C1 или слон F4, надо играть, уводить слона, и черный неожиданно рокирует в короткую сторону. То есть, ну вроде бы, все ставки были сделаны черными на длинную рокировку, но с другой стороны, при короткой рокировке у них есть шанс атаковать белого короля, который шел в длинную сторону. А атаки белых по линии G, там или где-то на королевском фланге, нет. Ладья G2. Теперь, может быть, чаще всего было сыграть слон Е5, чаще всего, конечно, сильнее всего, связывая слона. Очень неприятно связывая слона, бить нельзя из-за ладья В1, ладья не защищена, это понятно. А если ферзь Д3, ну тогда конь А3. То есть, лучше увести коня с битого поля вначале, а потом уже полакомиться слону на F4, у черных просто явное преимущество. Слон лучше коня, структура замечательная, в берах порченные пешки и так далее. Ну, ладья F7 сыграл вместо сильного хода слона Е5, который обеспечивал преимущество близкое к техническому. Максим Ашкирограф сыграл ладья F7, ладья G1, слон идет на поле Д4, атакуя белую ладью. У черных все равно явный плюс, ладья Е1, ладья C8, конь Д1. Приходится белым сжаться к канатам, потому что делать? Если отступить на Е2, подвесить пешка на Б2 будет уничтожена и белым плохо. А после конь Д1 пешка защищена, но пассив жуткий. Ладья F8, что делать? Опять же, ну бить на Д6, там размен, размен на ладья. Что если взять на Д6? Давайте опровергнуть этот ход. Наверняка он легко опровергается, просто взглянуть надо на все это дело. Просто сразу, наверное, ладья F1. И хитрость в том, что после взятия следует ферзь бить на Д1, вот такая штука. И белый король получает мат. То есть сразу проигрывает взятие на Д6, так играть нельзя. Ферзь Д3 сыграл ДССУ, ферзь С5, вроде материальное равенство, и вроде бы белый ладья на Ж2 посматривает на черного короля, но никакой атаки на королевскую флоту, где развить белые не в состоянии, а давление черных и по линии Ф, и на пешку Б2 очень сильно. С3, слон Е5, на Ф4 не бьем, разумеется. Слон А6, можно было сыграть Б5, фиксируя преимущество, большое, потому что атаки на черного крадья у белых нет. Ладья Ф3, однако, ну всякий бы так сыграл, наверное, атакуя белого ферзя. Ферзь отступает, ладья М7, перегруппировочка, избыточная защита, надежная защита пешки G7, на случай ладья G1, пешка H3 висит, ладья G1, взятие на H3, у черных лишняя пешка, за бесплатно, хотя, с другой стороны, ну слон C1, и белые консолидировались. Ладья H2 играет здесь, в ССО, используя, не в ССО, Максим Ашфилограф, используя то обстоятельство, что нельзя взять на H2 и за ферзь Б1. Ну, с другой стороны, а что делать? Ладья H3, теперь B5, лишняя пешка у черных, ферзь H5, создавая угрозу мата, наконец-то, одна угроза подряд создана, но вход G6, парирует эту угрозу, так как слон открывается, за одной поле H7, контролируется, теперь ладью из поля H7. Ну, приходится, не слон, на хлебовше отступать, ладья F1, ладья идет на поле D3, теперь ладья E1, и ферзь F1, и в этой позиции, ну, признался, либо побежденным, Весли СО, позиция белых нехороша, но, конечно, она совсем безнадежна, я не могу. В принципе, ну, можно было предсогласиться на ничью, или сдать, ну, в общем, сдавал он матч, мини-матч, Весли СО, ни одну партию, и в результате, счет стал в этом матче, неожиданно, крупным, 3-1, в пользу Максима Ваши Лаграва, неожиданностью, это можно признать, победу Лаграва над СО, только в том смысле, что на предварительном турнире СО очень играл солидно, ни одной партии не проиграл, смотрелся замечательно, а Весли СО как-то, не Весли СО, а Максим Ваши Лаграв столько ошибок допустил, и в последний момент каким-то чудом вышел в плей-офф, что просто из-за этого вроде Весли СО воспринимался как фаворит, а на самом деле, наверное, фаворитом он не являлся, шансы сторон были примерно равны. Ну и теперь давайте вернемся, точнее сказать, приступим к разговору о четвертом четвертифиальном матче, матче у примерно равных соперников Тимура Джабба и Яна Непомощева, которые поделили места и которые, в общем-то, за несколько туров до финиша предварительного турнира все-таки стояли очень так надежно, у него были хорошие шансы, конечно, может поражение случиться с каждым, но тем не менее. В общем, Тимур Раджабов против Яна Непомощева это четвертая партия. Упорная, вязкая борьба была в первых трех, они закончились ничью, и вот четвертая партия, которая могла решить судьбу матча, тем более, что если ничья, то ничья в матче, если кто-то из них выигрывает, то он выигрывает и матч. Любопытные очень события в этом поединке происходили. Напомню еще раз, вы видите по титрам, что белые фигуры у бакинского гроссмейстера, он сделал ход кони f3, c5, c4, ну и вот немножко непривычно, что никаких там испанских, никаких итальянских, а защита Тараша. Можно сказать, лучшая защита Тараша, поскольку черные берут на d5, не пешкой, а конем. Вот этот момент черные могут определить, хотят ли они играть с изолированной пешкой, хорошим развитием и видами на атаку, но пешка сраба, или они то же самое будут пытаться использовать по отношению к белым. То есть то, что у белых появится, скорее всего, если белый претендует на что-то, изолированный пешка d4. Ну слон d3, известная позиция, а3, удар, удар, рокировка, рокировка, b6. Ну вот я когда-то довольно часто играл эту позицию, причем ее можно получить из разных дебютов, из каких-то ферзевых гамбитов, как если белый, например, делает первый ход, c24, и с атаки панова, если белые играют, е4, черные отвечают за щитой каракан. Здесь можно играть ладья е1, классический стандартный ход. Можно сыграть слон c2, готовя ферзь d3, на что черные могут или сыграть слон b7, и тогда вот я просто хочу показать вам стандартную, хорошо известную ловушку. Вот играя ладья е1, белые ставят ловушку сопернику. Если сыграть ладья c8, тогда d5 почти выигрывает партию. Бить конем нельзя, будет маддан на поле h7. А если взять пешкой, тогда слон g5, угрожает слон бьет f6, ферзь бьет h7. Если сыграть g6, тогда ладья бьет е7. Бить конем нельзя, висит конь, а если взять ферзь, то конь бьет d5, и черные разваливаются. А если сыграть здесь не g6, парируя эту угрозу, а конь e4, это поупорнее, то вот в таком варианте оказывается, что у белых, видимо, просто решающая атака. Сильнейшая атака на черного короля, на e7 перегрузка, ладья d1, идея есть, удары конь g5, идея есть, ну, нужно как-то защищаться типа f6, чтобы сразу не проиграть, слон h6, позиции белых практически выигрышные. Ну, можно здесь сыграть, конечно, не ладья c8, и попасться в ловушку, а сыграть g6, тогда слон h6, и начинается вот такая вот вязкая игра, все-таки у белых давление, ца у белых все-таки получше. Можно сыграть в этой позиции за черных слон h6, ладья e1, и ладья c8 как-то так трактовать. Тогда можно ударить не d5, слон e4, у белых хотя бы немножко, но лучше. Слон h6 стоит неплохо, вроде бы, но все-таки не совсем на месте с точки зрения игры по центру. Но не ход ладья a1, не ход слон c2 не делает в этой позиции Таймура Джабов. Он играет ферзь c2, атакует пешку. Вполне нормальная трактовка, конь f6, потому что если сыграть там g6, тогда удар на d5, слон e4. Тоже ловушечка маленькая. Скажем, g6, предположим, или h6, неважно. Вот такой ужасный ход, тогда конь бьет d5. Если ей д, то висит конь c6, если взять ферзем, тогда слон e4, и белые выиграли фигура, с ней партия. Ну, поэтому, конь f6, слон g5, h6, бьет на f6, отступление ничего особо на белом не давало, скажу сразу, там на d4 еще подвисало. А тут слон e4, слон b7, ладья d1, белые расставили все фигуры по центру, двинули вперед пешку, слон бьет d5, ферзь e7, ладья e1, ферзь c5. Делаю хд быстро, потому что, хотя концентрация сил белых в центре очень высока, но реальные атаки после размена одного из слонов, чернопольного слона, развить на черном округе белым трудно. Конь d4, играет ян непомнящий, ферзь e4, потому что что делать? Ну, там d5 висит же фигура, если Конь бьет d4, то слон бьет d5, поэтому ферзь e4, Конь бьет f3, такая вот разгрузка, взятие-взятие, и черный играет слон g5. Конечно, Конь d5 очень сильная фигура, отмечу, что бить на b2 было нельзя из-за конь e7 шаг, и потеряется ладья c8, значит, потеряется качество белого, будет явное преимущество, поэтому слон g5, ладья d3, для себя манере, при игре в быстрые шахматы и близ, в данном случае, быстрые шахматы, играл быстрее соперника, и вот это преимущество становилось периодически, временами, весьма значительным, до очень, так сказать, очень долгое время. У белых, конечно, плюс, связанный с конем d5, черным трудно перегруппироваться, трудно найти место для своего слона, чтобы потом начать контр-игру, а Конь d5, такой вот, ну, это не форпост, конечно, такой монумент, воздвигнутый белыми, такой штырь в позиции черных. Это неприятно, психологически, но, когда вы играете быстрые шахматы, и когда вы играете быстрее соперник, а я не помню, еще я это делал, то имеют свои плюсы. Все-таки черным важно чего-нибудь не зевнуть, это не так трудно сделать, когда уже нащупали взаимодействие, а белым нужно изобретать, как усилить позицию. Может быть, стоило усилить позицию с помощью хода b5, зафиксировав пешку на b6. Это вот логичный, идейный, в том смысле, что и слону в черных. Чернопольный, а у белых конь, извиняюсь, белопольный, на d5, то есть он атакует с белого поля фигура соперника, которая расположена на черных полях, бить на b5 нельзя, за конь бьет f6, и ферзь бьет b5, но не знаю. Опять же, большого преимущества это не давало, и может быть, было более неприятно только. Дашь 5 пешку и догнал, ты ему раджабов, и будет ничего. Ферзь f3, слон e5, может быть, белым стоило сыграть ладья a3 и запустить ладью сбоку все-таки у них символически получше. Ход ладья a3 по-своему логичен, то есть линия e это главная магистраль, по которой разворачиваются события, черный играет b5, уводит свою пешку уязвимую, слабую, с битого поля, ладья a4, ферзь a2, ладья a3, повторение позиции, ферзь a4, ладья d3. То есть, Теймур раджабов, хотя он оставался там две с небольшим минуты против семи, где-то у Яна Непомничева продолжает играть на выигрыш, поскольку белый стоит получше, но рискует, так сказать, играет с огнем, что называется, конечно, учитывая время оставшееся. Может быть, черным стоило сыграть ферзь c8, но здесь вот не выдержали нервы у Теймура, у Яна Непомничева, он сыграл слон d6, и после взятия у белых стало вдруг заметно лучше. Дело в том, что нельзя, может быть, нельзя бить пешкой, невыгодно, из-за вот такого шаха естественного, взятие на d6, у черных развалена позиция на кроевской фланге, перчатые прикрытия короля, в случае взятия следует ферзь c6, атакована ладья, ну и поскольку черные не могут претендовать на вечный шаг белому королю, а их король очень открыт, то защищаться здесь очень неприятно черными, а у белых преимущество, безусловно. Поэтому не фе, а ладья в b6 играет Ян Непомничий, но теперь ладья c3, и вот оказывается, что там ладья c8 витает в воздухе, надо поэтому обязательно менять ферзей, ладья c6, вот такой ход, завязывая соперника, ферзь он идет на f8, потому что взятие на f3, это значит согласиться на какие-то, ну может быть, тоже не так все страшно, вот я думаю, взятие на f3, отступить назад, разбены каких-то пешек, какой-то худший шпицелон против коня на фланге, ну к этому концов-концов придем, ну салон f8, времени больше у Яна Непомощи, он играет салон f8, он заставляет соперника думать, выбирать, ладья c8 играет Тимур Раджабов, размен, размен, и g7, g5, может быть, не утверждаю, что наверняка, имело практически смысл у белого взять на g6, потому что вот в этом варианте после ладья b8 выигрывается в чистую пешка, а ладья на e5 не имеет надежной опоры, а там еще конь f6 идея, ладья e5, конь f6, взятие на f8, вилка, но с черной сыграли в этом варианте ладья e5, тогда шах, король куда-то идет вперед, взятие, а взятие-то не идет здесь, ага, взятие не идет, да, и за ладья f5 шах, значит, может быть, не все так, ладья b5 надо сыграть, нет, надо ладья b5, конечно, сыграть здесь и у белых получше, вот, ладно, ладья b8 сыграл Тимур Раджабов, считая, что пешка на h5 и блокада по белым полям на королевском фланге это существенный фактор, но здесь, после короля g7 и взятия, черный играет в ладья e5, и оказывается, что белые не могут физически никак развязаться, не отдав пешку b4, пешку атакует слон, никакие тактические выверты не годятся, если ладья a5, то слон бьет b4, и конь бьет b4, висит в ладья на a5, ладья e5 бьет a5, то есть, приходится Тимур Раджабов играть конь c7, взять и взять, иначе, что все согласятся соперники на ничью, но есть в депозиции фактор, сохраняется неприятный для черных, а именно возможность вторжения белого коня на f5, конь d4, затем g4, затем не конь f5, по причине король e5, не пуская белого короля, и здесь, наверное, без хлопот черные делают ничью, хотя вот, я думаю, цукцванг какой-нибудь не возникнет, но если с король e3, то слон c5, надо возвращаться назад, а иначе, если король отступает белых на e2, тогда король f4, наверное, черные держат легко ничью, поэтому король e4, теперь у черных есть ход слон c5, напрягающий белого коня, угрожает, слон бьет d4, фиксируя ничью, поэтому конь f5 играет Тимур Раджабов, забирает пешку h6, и в общем, вот в практической точки зрения, все это не так легко для черных, ну, не так легко зафиксировать ничью, быстро. Стоило черным сыграть слон e5, не пуская белого коня ни на d6, ни на g3. И вот, уже к этому времени стал задуматься очень серьезно Ян Непомнящий, а Тимур Раджабов играл быстро, и большое преимущество Тимур Раджабова по времени, то есть Яна Непомнящего по времени стало иссякать. Более того, в какой-то момент за счет накопленных 10-секундных бонусов, даже обогнав Тимур Раджабов по оставшемуся времени Яна Непомнящего, но это чуточку позже пройдет. Случилось после хода слон b4, неосторожного со стороны Яна Непомнящего, конь белых перешел на поле e4, оттеснил черного короля, причем на g7, иначе при короле g7 король e5, король f5 еще более неприятно. Теперь не конь бьет g5, тогда сразу черные делают ничью с помощью f5 и король f6 отыгрывают пешку, а одна пешка аж погоды не делает. Король e5, белый король занял поле f5, затем белые сыграли конь d2, перегруппировались, перестроились, и оказалось, что в общем пешка-то не держится. Король h6, конь e5, висит пешка на f7, затем следует конь c6, конь, срон вытесняется с диагонали, на d8 идти нельзя, на f6 нельзя идти из h6, и просто сразу черные проигрывают, поэтому нужно отдать пешку g5, и вообще многим показалось, что все, выиграл Таймур Аджабов вот эту ничейную партию, но холоднокровие Ян, не помню, чему не изменило, и он понял, что вообще-то это ничья. Это ничья, но важно тут не ошибиться, например, нельзя бить на f6. Теперь в случае взятия gf и король h6 получается мертвая ничья в першечном окончании, белый не успевает обойти с другой стороны пешки и выиграть пешку f7, они сами теряют пешку f6, но h6 промежуток есть, и взятие на f6 и белый легко выигрывает, там, скажем, отступление, шаг, шаг, там, так, g7 не играем, g6 не играем, просто вот обеспечиваем вот такой перевод и дальше проводим пешку в ферзи. Вот. Ну, срон b2 стоит на месте, Ян не помню, че хладнокровно стоит, понимает он, что это и его единственные шансы, вопрос, наверное, просто ничья. Здесь не до того, чтобы дать точную оценку, хотя постепенно понимаешь, что все нормально, все окей, и вот партия продолжалась, 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 в какой-то момент h6 не выдержала. Ну, у берых нет возможности усилить свою позицию, поэтому они сыграли h6, так поступил Тимур Раджабов, затем король h5, но усилить позицию все равно нельзя, можно маневрировать, можно усиливать позицию коня, причем существенно то, что при переводе коня на f6, сломбил f6, получается мертвые ничья, черные стоят, 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 белые не прорываются на полине h и g, должны идти в сторону королем, тогда теряют пешку h6 и могут только проиграть, если будут упорствовать в заходе на поле e7. Не получится этот заход, потеряется пешкой f6 по дороге. Ну, а тут что? Тут вот такие ходы, атака, g6 уже отчаявшись, поскольку возможности усилить позицию у белых нет, играет Тимур Раджабов, весь маленькая ровушка. Вот стоит черным неосторожно сыграть сломбил 2, они проигрывают. Тогда шах. Если король h8, то конь f7 мат, а если идти на f8, тогда шах, и затем конь g7, и затем h8 ферзь. Но если хладнокровно сыграть король f8, то ничего такого не получается. Все, держится крепко, надежно, король g7, конь g7, король f8, чтобы не было h7, h8 ферзь, слон наступает, h7, стоим на месте, подержи 7 теперь у белого коня нет, ну, еще походили-походили соперники, вот таким вот образом, то есть бить нельзя, король бьет f6, и пешка пройдет в ферзи, ну, когда эти маневры закончились, а закончились они достаточно скоро, хотя, нет, знаете, больше ста ходов сделал, ну, сейчас уже мы это увидим, конец этих маневрирований, здесь вот была зафиксирована ничья, которая означала, что и не только эта партия, но и матч в целом завершился, так сказать, мирным исходом, а мне не остается ничего иного, как подвести итоги всех поединков сегодняшнего дня, два из которых первые матчи, четверть финалов закончились ничью, чемпион мира Магнус Карсон сыграл с россиянином Даниэлом Дубовым 2-2, и Таймур Раджабов с другим россиянином Яном Непумнящим, но что касается поединков Хикаро Накамура, Ливон Ронян и Весли Соу и Максим Ашьялограф, то хотя с формальной точки зрения трудно отдать было предпочтение к какой-либо из сторон, но все-таки двое американцев, Накамура и Весли Соу, Хикаро Накамура и Весли Соу воспринимались как фавориты, но они свои марчи проиграли, причем проиграли по делу, причем даже вот Весли Соу с крупным счетом, по сути дела такой же счет 3-1 был зафиксирован, и поединки Хикаро Накамура с Ливоном Роняном, если вспомнить о том, что Ливон Роняном в абсолютно выигрышной позиции при счете плюс 1 свою пользу, 2-1, предложил ничью, которая обеспечила победу в этом мини-матче. Что можно сказать? Победы, как и ничьи, в этих матчах еще ничего не означают, потому что в среду состоятся ответные матчи, точнее сказать, вторые матчи, и если проигравшие отреваншируются, то дело перейдет в стадию тайбрейка, и судьба, так сказать, этих поединков, и имена полуфиналистов будут определяться именно в ходе тайбрейков в быстрые шахматы, а в близ, и может быть даже в Армагеддоне. Однако об этом нам предстоит узнать только завтра, а именно в среду. Я же прощаюсь с вами, призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, и, разумеется, обыгрывать своих соперников, коль скоро вы с ними играете в шахматы, скорее всего, в сети интернет. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова